Друзья, всем привет! В прошлых видео мы успешно завели себе биткоин-кошелек и завели туда первые деньги. Теперь у вас появилось желание умножить эти деньги или их больше заработать и так далее. Для этого есть совершенно, на самом деле, три таких самых разумных возможностей. Естественно, сам покупка биткоина, на биржах торговаться, либо добывать. Но перед этим, чтобы это делать, надо, естественно, научиться изучать вообще валюты, какие брать, стоит ли какие-то покупать и так далее. Для этого я советую вам такой ресурс, как CoinMarketCap. Ну так, начинаем, что ли? Как тут вообще анализировать? Главное у нас всегда биткоин, потому что он единственный криптовалюта, как такой. Все остальные альтернативные, то есть альткоины. И с ними мы будем в будущем торговать. Так как хорошо будет работать на этом ресурсе? Я нажимаю обычно «Показать все». Тогда открывается информация за час, за 24 часа и за 7 дней. И видите, зеленый – это, естественно, подъем, и «Красники» – это значит у нас падение. Вот так и начинаете потихоньку анализировать. Что смотрим обычно, что мы смотрим? Тут видно, сколько стоит эта монета, сколько их вообще в данный момент выпущено, сколько общий оборот торговли за 24 часа. И вот таком образом вы начинаете для себя анализировать. Мы сейчас будем смотреть на примере, но это не призыв действует. Мы просто показываем, как приблизительно анализировать. Видите, в данный момент даже получается вроде бы и… Посмотрим, например, на примере какой-то монеты у нас «Д3 Коин». Нажимаете на саму монетку. Видите, он за 7 дней падал очень много, за 24 часа тоже, и сейчас он вроде бы как на подъеме. Нажимаете на саму монетку и смотрите график его. Тоже тут можно менять на 1 день, на 7 дней, на месяц и так далее. Тут видите вкладку, тут вы можете смотреть, на каких биржах он торгуется. Тут есть, что в соцсетях на них пишут. Ну, приблизительно так и вот должны вы анализировать любую монету. Если данный момент нету… Ну, как на самом деле, сейчас я сказал бы, что и торговаться вроде нечем, потому что все на подъеме. Никогда не берите монету на подъеме. Это самый худший вариант, что вы можете делать. Что значит на подъеме? Вот нажимаете на график, и видите, он идет… Ну, возьмем тут… Надень. Если вот волна идет так наверх, это значит на подъеме. Если вот волна идет вот так вниз, это значит на спустение. Вот тут было бы отлично купить биткоины. Либо тут. Это не обязательно, что он был бы очень… Ну, либо вот тут. Вы сами должны научиться это чувствовать. И тогда у вас будет все отлично. На самом деле, если вы будете формировать свой криптовалютный кошелек, ну, если у вас мало денег, я вот дальше вот это пить и не пошел бы. Потому что это надежный, проверенный монет. Ну, еще крайний случай, ну, Монеро. Почему бы нет, чем торговать? Лучше брать на долгострочку. Будет понижение, берите. Если нечем в данный момент торговать, тогда и нет никакого смысла торговать. Это нельзя делать насильно. Вы должны научиться это прочувствовать. Есть еще тут такая вкладочка. Если вы очень рискованный человек, смотрите, нажимаете, тут самые большие подъемы за 24 часа, и самые большие спуски. Ну, например, если вы знали про этот токен, ну, естественно, вы были богатым человеком. И тут же самые большие понижения. Тоже можете нажать на эту монету. Обязательно всегда попробуйте новостях, что-то про нее найти. Например, тут скопируйте его. Просто пример. Ставите, например, в гугле. Посмотрите, что на нее вы найдете. Все, что найдете, посмотрите потихоньку, почитаете, изучаете. Нет смысла прыгать подряд всех монет, что есть. Это очень глупо. Что, по самом деле, тут у них должно быть, видите, укаживаясь свое, как страница. Зайдете, изучаете, что они себя представляют. И так далее. Еще, что очень важно. Вот если вы будете работать криптовалюты, всегда, когда хорошие новости, криптовалюта, как правило, поднимается. Когда плохие новости, он понижается. Тогда на понижение, берите, не проиграйте. Так, где же искать это новостей? Ну, например, я вам дам несколько ссылок. Есть такое, все о мире, биткоин такие, ресурсы. Тут просто читаете, ходите на ленты, держите себя в курсе дел, и можете спокойно начинать торговать. Вот это, вам оставлю все это ссылки под видео. Можете сами потихоньку изучать, и потихоньку, и вы начинаете понимать в этом деле толку. Но еще раз повторяюсь, не надо делать, ну, нету нечем сегодня торговать. Тогда и не надо. Ну, это как-то логично. Ну, на крайнем случае, видите, дальше. Ну, там на свой страх и риск, нападение. Будете следить за монету, купите, и потом его выгодно продадите. Так что, еще есть такой ресурс. Такой, я его не пользуюсь, но могу оставить под видео. Это как вы можете подтвердить свои внутренние чувства. Видите, тоже понижение, повышение. Что в следующих видео будем уже смотреть, как конкретно торговать на биржах и умножать свои средства биткоинах. А пока что изучайте те ресурсы, что я вам показал. Попробуйте анализировать. Читайте новостей. Например, вот смотрите, какие-то конкретно валюты, начинаете следить, попробуйте найти новостей на нее. И будете следить, например, плохие новости, будет ли он в реальности падать. Либо будет он падать. И так, ну, не надо бегать, сразу торговать. Вы все успеете, и все будет у вас отлично. Потому что на биржах люди 90% проигрывают свои деньги именно на том, что они не изучают новостей и ничего. Их называют почему-то у нас хомячками. Не будьте хомячками, спокойно дойдите курс до конца, и вы будете китами. Ну, а пока что вам всего хорошего. Если вы уже зарабатываете интернет, тогда хороших вам заработок. Всем пока!